итак здравствуйте дорогие друзья 7 у нас среда 10 ноября и давайте посмотрим на графики евро фунта и поговорим о том что произошло и что нас ждет итак видим что вчера европейская валюта торговалась достаточно широком боковом канале волатильность была порядка там 40 пунктов что в целом позволило вспомнимать несколько сигналов на продажу и на покупку европейской валюты напомню что все сделки я подробно разбираю на сайте компании ста форекс аналитических обзорах ссылки будут в описании под видео поэтому кому интересно вчерашние сделки вчерашней точки входа можете с этим ознакомиться на на сегодня у нас в экономическом календаре и рван достаточно интересный ряд данных если вчера у нас опубликовался был опубликован отчет фрс стабильности привел к креплению американского доллара то сегодня весь акцент конечно же будет скорее всего на данных по инфляции в германии но более серьезное внимание привлечет индекс потребительских цен в сша за октябрь этого года видим что прогнозируется рост на 0,5 процента и годовой рост на 5 и 8 если конечно же показатель выйдет за пределы прогнозов экономистов это заставит федеральную резервную систему более пристально относиться к этому показателю и вполне возможно приведет к более агрессивному сокращению программы покупки облигаций напомню что с ноября этого года фрс на последнем заседании заявил о том что начинает сокращать стимулирующую программу экономики поэтому рост показателя может привести к укреплению американского доллара так как все это укажет на вероятность более раннего повышения процентных ставок сша если показатель не выйдет за пределы прогнозов экономистов то в целом шанс на восстановление европейской валюты сохранится также у нас выходит число первичных обращениям запасов по безработице недельные в целом не так сильно будет влиять на рынок и выступают у нас представители банка англии и представители европейского центрального банка посмотрим что не скажут но я думаю что весь акцент все-таки будет смещен на инфляционный показатель поэтому стоимся мы в боковом канале немножко у нас были сдвинуты уровни но в целом серьезным техническим изменениям это не привело акцент у покупателей будет на защите поддержки 1572 формирование сложного пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций но прорыв закрепением выше 1596 с тестом сверху вниз этого уровня все это сформирует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и можно ожидать обновления 1619 с последующим выходом на 1646 и планами по обновлению 1674 от этих двух уровней можно посмотреть продажи на оскок в 15 20 пунктов внутри дня если все-таки медведи окажутся сильнее и данные по инфляции нас порадуют то формирование ложного пробоя на 1596 в первой половине дня уже будет сигналом на проблемы наблюдаемые у покупателей европейской валюты ложный пробой на 1596 образует сигнал на продажу ну и медведям останется только добиться прорыва закрепления ниже 1572 тест снизу вверх этого уровня приведет более крупные исходящие коррекции уже к 1549 и к возврату на 1527 где можно посмотреть при первом тесте покупки с коррекцией в 15 20 пунктов внутри дня покупать от 1549 рекомендую только при ложном пробое британский фонд вчера попытался все-таки продолжить свой рост который у нас наблюдался 8 ноября после выступления заместителя банка англии но не вышло это вроде как появились там опять разговоры что начались проблемы с соблюдением сделки по brexit и все это привело к такому очень быстрому снижению фунта и обновлению его минимумов теперь у нас просматривается поддержка в уровне 3526 и сопротивление 3567 видим что вчера неоднократно мы бились в этот уровень сегодня в ходе азиатской сессии не удалось выбраться выше поэтому быкам нужно прорываться выше 3567 тестировать его сверху вниз календаре кроме выступлений представители банка англии ничего нету поэтому в целом шанс на укрепление фунта остается выход выше 3567 образует сигнал на покупку и в таком случае пойдем на обновление уже максимум выше 3605 это будет достаточно таким промежуточным сопротивлением так весь акцент он все-таки сместится на 3649 где можно посмотреть продажи сразу насколько с коррекцией 25 30 пунктов внутри дня если мы формируем ложный провод 3567 либо медведи добываются прорыва 3526 то в таком случае скорее всего мы быстро вернемся на 3478 и на 3426 все будет зависеть от того как будет развиваться ситуация вокруг новых проблем с brexit и тем торговым соглашением которое было у нас заключено покупки на ложном пробое 3526 можно посмотреть на лучше конечно же от более крупной поддержки 3478 если у вас остались какие-то вопросы задавайте в комментариях под видео я с удовольствием завтра на них отвечу всем удачи у нас в